Предположим, у нас есть ряд экспериментов, которые позволяют задать для разных моментов ре, не t, какую-то, скажем, координату x. Предположим так. И в этих экспериментах получается, что у нас x прям пропорционален t, но точки как-то случайным образом, экспериментально распределены вблизи некоторой прямой. Условно для простоты будем считать, что у нас прямая проходит через начало координат, хотя аналогичную теорию можно построить и для произвольной прямой, не проходящей через начало координат. Каким образом по экспериментам построить ту самую наилучшую прямую, которую нам нужно найти, считая, что наши точки x лежат на некоторой функции f от t, причем это f от t это какая-то прямая, но плюс какая-то погрешность дельта x. Дельта x является случайной величиной, дает какой-то случайный разброс вблизи вашей экспериментальной, правильной, в кавычках, в линейной зависимости. f от t равно какой-то a на t. Формально эта задача аккуратно решается методами регрессии. В частности, линейная регрессия или методы меньших квадратов позволяет минимизировать сумму расстояний от данных точек, экспериментальных точек, до данной прямой. В задачах олимпиад, при решении олимпиадных задач, использование методами меньших квадратов является слишком трудоемким, оно занимает слишком много времени и достаточно громоздко. Вместо этого гораздо удобнее построить прямую на глаз, отсчитав положение, построив прямой, таким образом, чтобы количество точек сверху прямой и количество точек под прямой были бы одинаковыми. В данном случае видно, что это прямая, примерно которую я нарисовал. Такая вот прорисовка на глаз прямой, вообще говоря, достаточно точна. И угловой коэффициент может быть найден достаточно хорошо и достаточно точно из такого графического представления. Сравним этот подход с аналитическим представлением. Попробуем сосчитать угловые коэффициенты различных прямых. Ну, предположим, у нас есть какие-то х и т, ой, и какие-то им соответствующие т и т. То есть моменты времени и соответствующие им координаты. Ну вот какой-то т, ну какой-то раз, два, три, четыре, пять, т пятая, ну и соответственно х пятая. Х пятая. Для этого, для этой пары, в принципе, мы можем найти отношение. Тангенс альфа какого-то пятого равен х пятая делить на т пятая. Многие школьники считают таким образом. Они рисуют вот это значение, считают, что это а пятая. И далее находят коэффициенты а1, а2 и так далее. Набор коэффициентов для каждой из этих, для каждой из этих точек. Потом суммируют и говорят, что а средняя есть сумма а и так по всем и от единицы до n делить на n. В принципе, по общим соображениям школьника, это вполне резонный метод. Попытаться найти угловые коэффициенты этих прямых, проходящих через эти точки, и найдя их усреднить. Но вот этот вот метод, который сейчас я изложил, он приводит к очень большим погрешностям. Давайте посмотрим. Если у нас точка лежит достаточно далеко, ну давайте мы возьмем какую-нибудь вот такую точку, то угловой коэффициент этой точки будет очень незначительно отличаться от углового коэффициента той прямой, которую мы провели на глаз. Однако, если у нас точка лежит вблизи, ну давайте возьмем вот эти две точки, то угловые коэффициенты будут отличаться очень значительно, может быть даже в разы. И чувствительность вот этой вот усредненной величины к ошибкам при малых значениях времени будет очень велика. Ну и это, собственно, снизит точность нашего нахождения среднего коэффициента А. Вот этого коэффициента А, который мы здесь хотим получить. Как же правильно действовать? Существует самый простой и наглядный способ. Построив прямую на глаз, вот так же, как было сделано в самом начале, вот эту усредненную прямую, задав набор точек, задав эту прямую таким образом, чтобы количество точек сверху и количество точек снизу было бы одинаковым, найти угловой коэффициент вот этой вот самой результирующей прямой. Ну угловой коэффициент находится элементарно, взяв точку где-нибудь на удалении, какую-то произвольную, найти отношение к какому-то X. Неважно. Давайте я обозначу какой-то X нулевой, да? И T нулевой. Точка необязательно должна принадлежать вот этому набору АН. Она может быть любой, лежащей на этой прямой. Ну и чем больше вы смещаетесь вправо, тем более точно у вас будет, тем меньше будет ошибок. И тогда А будет равно отношению X0 делить на A, делить на T0. Равну X0 делить на T0. Вот такое вот определение будет существенно ближе к угловому коэффициенту, по-определённому, исходя из методов наименьших квадратов, который является строгим рассмотрением для такой вот подобной задачки. Ну вот это теоретические сведения. Для того, чтобы вы могли бы попробовать свои силы в использовании тех методов, которые сейчас были изложены, вам будут предложены серии задач, условия которых вы найдёте на этом же сайте. И в этой же дистанционной системе. Спасибо. 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 Спасибо.